Республика Филиппины намерена развивать торгово-экономическое сотрудничество с Приморьем, экспорт сельскохозяйственных удобрений, сотрудничество в сфере авиасообщения, обмен трудовыми ресурсами и другие направления взаимодействия обсудили во время двусторонней встречи заместитель председателя правительства Приморья Николай Стецко и заместитель посла Республики Филиппины в Российской Федерации генеральный консул Роберт Феррер. В 2021 году стоимостный объём торгового оборота между Приморским краем и Филиппинами увеличился к уровню 2020 года в два раза и превысил 9 миллионов долларов США. Стороны отметили, что на встрече были расставлены акценты дальнейшего сотрудничества и определены стратегические направления по укреплению партнёрских связей. «Мы очень активно, наверное, активнее всех других регионов Дальнего Востока, сотрудничаем с азиатско-тифлянским регионом. У нас есть торгово-экономические отношения с более чем 120 странами. С филиппинами у нас много точек соприкосновений. Сегодня хотели бы отреагировать на ваши предложения и озвучить собственные. Мы, безусловно, поддерживаем ваши предложения о заключении Labour Agreement. И у нас есть серьёзная потребность филиппинских работников. Мы были бы рады, если бы порядка 450-500 человек участвовали, помогали бы нам в развитии сельского хозяйства Приморского края в выращивании овощей и риса. Также мы очень заинтересованы в поставках какао-бобов. У нас крупнейший производитель шоколада, приморский кондитер, потребляет порядка 160 тонн в год какао-бобов. Пока это код-дивуар, но мы готовы рассмотреть и будем рады рассмотреть предложения, в случае таковых, со стороны Филиппин. Кроме того, торговля занимает очень значимое место в нашей экономике и наши торговые предприятия, крупные автовые сети, заинтересованные в поставках из Филиппин морепродуктов, свежих и сушёных фруктов, а также бижутерии, косметики и изделий из текстиля. Тема туризма для Приморского края не нова. Ежегодно нас посещает порядка 3 миллионов туристов. Мы, конечно же, заинтересованы в интенсификации сотрудничества в том числе с Сибу. И предложили бы также рассмотреть возможность организации туристических обменов, бизнес-миссий с органами власти и нашими туристическими операторами. Для этого, безусловно, не обойтись без авиасообщения. Этот вопрос тоже сегодня решён. С ноября открываются прямые рейсы в Лаос из Владивостока. Таким образом, оттуда можно будет, в том числе и на Филиппины, передвигаться. На территории Приморского края, буквально в 50 километрах отсюда, работает крупнейший в Российской Федерации завод по производству удобрений. Добавок для комбикормов – это группа компаний «Арника». Мы, конечно же, готовы представить её продукцию, организовать взаимодействие с вашими предприятиями. Продолжение следует...